И доброе-доброе-доброе утро, дорогие радиослушатели Сахарадио и присоединившиеся прямо сейчас зрители канала Саха-24 в эфире рубрика «Рейкутск сегодня», которая живёт ещё предновогодними планами, графиками, скажем так, поскольку наша тема, которая была обусловлена трагедией в Иркутске, и была продиктована выпускающим ещё предновогодние дни, в случае что, будь более оперативный, скажем так, выбор темы, я бы, конечно, сейчас выбрал тему вот этих золюбителей, которые буквально, скажем так, в считанные часы набрали такие обороты. Ну, конечно, всему своё время, и этому мы уделим своё внимание тоже, займёмся этим вопросом. А сегодня у нас тема звучит так. Но поскольку праздники прошли и так далее, народ отмечал. И сегодня с утра очень отрадно видеть то, что озабоченные, такие сосредоточенные лица, в том числе и наши с вами, спешат на работу, в том числе и на эфир на текущей рубрике «Рейкутск сегодня», который будет посвящён, ну, я бы не скажу, что боярышников конкретно, да, но обороту алкоголя. Обороту алкоголя и того, и другого. То есть есть контрафактный алкоголь, и алкоголь, который абсолютно легально продаётся под государственным ярлыком. И, как ни странно, против контрафакта, конечно же, это бизнес, выступает как раз представитель государственных структур, которые занимаются легальным оборотом алкоголя. И в данном случае, вот, получает так, вопрос звучит для всех так, почему у нас невозможно повторение Иркутска? Или всё-таки возможно? Это вопрос ко мне? Ну, ко всем, ко всем, скажем. Поскольку все из нас профессионалы... Я скажу, почему невозможно или возможно. Возможно и невозможно. Потому что это случай. Иркутский случай – это случай. А не как не типичная, значит, такая картина, которая вот каждый день происходит. Это вот преступная такая... Я не знаю, это преступная случайность, да. Это виноваты все, значит, правоохранительные органы, которые вовремя не, значит, выявливают этот вот оборот метилового спирта, да. Это те, которые люди разливали это, зная или не зная, вот это вот, что это яд, да. Поэтому я считаю всё-таки это случайностью. Случайностью. Такие отравления, они всегда бывали. Бывают и, наверное, будут. И вообще вот отравиться для человека – это не ново. В медицине существует целая специализация, токсикология, называется, да. Человек, значит, травиться, значит, не только там суррогатом алкогольным, различными другими веществами, лекарствами, там, разными ядами, да. Поэтому у нас в медицине существует целое направление медицины, токсикология. Есть врачи-токсикологи, которые занимаются этой проблемой. Поэтому мне кажется, что вот излишний резонанс, ну, конечно, это вопиющий случай. Около ста человек погибло, да. Это, конечно, никакие ворота не лезет. Но, тем не менее, это его величество случай. Поэтому вот из-за этого говорить, что вот всё, значит, плохо, всё это пропадает, вся наша работа на смарку, ну, нельзя так говорить. Потому что, ну, ещё раз говорю, это его величество случай. И такие случаи будут. К сожалению, да. Ну, многие говорят, что, скажем, деклассированные элементы были, которые употребляли вот данные суррогат. Я забыл представить, совершенно опять после Нового года перепутал Петр Союзович Тумусов, руководитель наркологического центра города Якутска. Или республиканского? Республиканский наркологический диспансер. Наркологического диспансера, прошу прощения. Государственное бюджетное учреждение. И представьте вашего... Дмитрий Сергин, мой заместитель в плачевной работе, это тот человек, который каждый день занимается нашими... Отравлением. Да, ну, клиентами. К сожалению, отравлением мы не занимаемся. Отравлением, они поступают... Общей терапией. Республиканской больнице номер два. Они поступают в реанимацию, занимаются токсикологи. Нам отравление нельзя. Ну, просто нам не возят. Это такое состояние, которое требует срочной помощи. А нам поступают люди, которые... Дмитрий Сергеевич, вы можете сказать... Да, и я представлю третьего участника, прежде чем, Дмитрий Дмитриевич, приступит заместитель генерального директора ФАПК Якутии, Туяра Алексеева. Так. Прискорбно, конечно, что конкретно наркологии запретили заниматься вот этими отравлениями. Не, ну, на самом деле неправильно говорить, что запретили. Есть свои порядки, есть стандарты, да, которые регламентируют нашу деятельность. При этом надо учитывать то, что к нам, как в больницы, поступают люди больные. Либо те люди, которые переступили грань здоровья. И требуют, соответственно, специализированной помощи как врача-психиатра-нарколога, так и психотерапевта. Вот в этом и грань. То есть на стадии, скажем, когда человек начинает прямо... Не начинающий, да. И нет, на самом деле есть лица еще и злоупотребляющие алкоголем, да, с уже с вредными последствиями, которые вот переступают грань здоровья. Которые вот только-только начинает сформироваться зависимость. А есть больные, которые уже переступили грань. Это лица, страдающие алкоголизмом, наркоманией и так далее. А отравление, Дмитрий, отравление – это острый случай. Это случайность. Человек не хотел, и вдруг отравился, да. Вот такого отравленного человека, который находится в состоянии отравления, они нам не возят. Это возит в больницу скорой помощи. Пётр Стасович, я вот спешу, чтобы вы развенчали миф о том, что отравиться можно только... Контрафактным алкоголем. Конечно, отравиться можно всем. И легальным алкоголем тоже. И легальным алкоголем, значит, и суррогатным алкоголем. Ну, есть... В отличие только от того, что легальный алкоголь, он, ну, такой, сказать, гостовский, да, он вроде проверенный там. Хотя, хотя, легальный алкоголь тоже производят частные компании. Мы, мы, я как нарколог, это мое личное мнение, да, легальный алкоголь должна производить на государство. Должна государственная монополия, которая гарантирует качество, гостовское какое-то, ну, качество. Потому что водка – это гостовская продукция, да. И вот должны это дело контролироваться и, значит, выдерживаться. А частная компания, она что? Она за объемы. Он может там час гостовских, час контрафактных производить. Вот, например, говорят, рабочий день производят проверенную вот куда, а в нерабочее время – непроверенную. Запросто могут делать, да. Поэтому отравить-то можно всем. В том числе, значит, даже обычной пищей, да. Есть такие… Не то, что алкоголь, но обычные, скажем так, которые хранилось, холодильники и так далее. Да, не, неправильно. Да, вот, где-то токсины образовались, где-то, да, да, где сроки там… Поэтому имеется большая отрасль медицинно-токсикологии, которая занимается всеми этими проблемами отравлений. Отравлений. У Туяра Алексеева я в соцсетях одну замечательную фразу вычитал, да. Всё, что дешевле 190 рублей, не является официально алкогольной продукцией, да. Вообще, в целом, алкогольный рынок очень сильно регулируется как федеральным законодательством, так и нашим республиканским. И Росалкогольрегулирование установил минимальную цену, легальную розничную цену, 190 рублей за единицу водки крепостью 40 градусов, объёмом 0,5 литров. То есть, и внутри этих 190 рублей каждая бутылка водки содержит 100 рублей акциза. Соответственно, эта минимальная цена рассчитана таким образом, что если кто-то продаёт дешевле, чем 190 рублей, это однозначно продаётся нелегальная контрафактная продукция. Необходимо отметить, что сейчас действует единая государственная автоматизированная информационная система, ЭГЭИС, который вы, наверное, если посещали алкогольные специализированные магазины, действует сейчас во всех легальных точках. Эта система внесла огромный вклад в то, чтобы упорядочить алкогольный рынок. И все легальные лицензиаты, они каждую единицу продукции обязаны, кроме пива, обязаны пропускать через эту систему. И система выдает легальность, подтверждает легальность данной продукции. К сожалению, необходимо, тем не менее, отметить, что сейчас получило очень широкое распространение нелегальные точки, которые распространяют в том числе и контрафактную продукцию. Другая проблема – это так называемый суррогат алкоголя. То есть тот же самый боярышник, те же аптечные настойки, которые продают не лицензированные точки, а или же хозяйственные магазины, или же аптечные точки. И, соответственно, вот этот сегмент рынка, он очень мало контролируется государством. 4 декабря Сахамедия проводил круглый стол, где я как раз ставила об этом вопрос. К сожалению, в то время очень многие скептически относились к той проблеме, которую ФПК Якутия постоянно ставит. Это проблема распространения контрафактной продукции, которая достигает примерно 20% от рынка. И аптечных суррогатов, вот так называемых, это тоже примерно 20% от рынка крепкого алкоголя. В смысле, вот эти настойки, пардон, боярышника, которые не имеют ничего общего с иркутскими, которые в аптеках продаются, да? Корвалолы и прочие, да, спиртосодержащие. Вот это занимает 20% примерно рынка? От крепкого алкоголя, да, 20%. То есть это вот эти лосьоны, которые продаются в аптеках, в хозяйственных магазинах. То есть это парфюмерия, косметические средства, которые некоторые люди употребляют в качестве алкогольных напитков. Это примерно 20% от рынка крепкого алкоголя. Это каким идиотом надо быть, чтобы вернуть времена Венедикта и Ерофеева, да? Вот это слеза комсомолки и так далее, да, которая... Ну, это на самом деле болезнь. Мы должны с вами понимать о том, что лицо, страдающее алкоголизмом, когда получает лёгкий доступ к алкоголю, да, ну, в определённое время, и когда у него этот доступ пропадает, он ищет все другие возможные пути для алкоголизации. То есть это виной всему 14-20, да? Ну, почему? Есть определённые болезненные состояния, опять же, да, опять же болезненные состояния, когда человек безудержно, навязчиво желает алкоголизироваться. Это болезнь, это тяга к алкоголю. Ближайший магазин, ну, у него галантерия, он покупает лосьон для ног, пардон, и употребляет. Но, к сожалению, это вот та суровая правда, да? Такое вот течение болезни, что вот такие результаты, к сожалению, бывают. И меня, кстати, очень озадачил такой момент. Вот у нас проводились игры какие-то, ну, в заведениях, да, скажем так, ресторанного типа и так далее. И перед входом данные заведения ресторанного типа я обнаружил вот эту кучу аптечного боярышника. Кучу упаковок прям. То есть люди считают, что там покупать легальный, пардон, дорого, и догоняются, скажем так, вот этим неофициальным. Вы пройдитесь по подъездам домов, вы там обнаружите тоже огромное количество так называемых фунфериков, то есть от тех же самых аптечных настоек. Вся причина в том, что аптечные настойки и парфюмерия, они не облагаются акцизом. И соответственно в цене. Соответственно в цене они намного выгоднее. Мы продолжим сразу после рекламной пазы. Кстати, мы работаем прямой эфиром, можете задавать свои вопросы. Разговор о тех самых фунфуриках и нелегальном алкоголе, который заводится в различные регионы нашей республики. Прямо после рекламной паузы. Продолжим. Мы продолжаем разговор, как, к сожалению, получается и о фунфуриках, и о техническом спирте, и о прочих гадостях, которые в эти праздничные дни абсолютно не ассоциируются с праздничным столом. Но, тем не менее, находится группа жителей нашей страны, для которых это и есть как раз заменитель вот той дозы радости. Очень прискорбно. Реакция на Иркутск последовала незамедлительно, причем очень жестко. Предлагается вплоть до корвалола все по рецепту. И Петр Сусонович во время рекламной паузы говорит, что это правильный шаг. Почему? Не, ну, правильный шаг, потому что боярышник, настойка боярышника – это лекарственный препарат. Его нельзя пить много, там каплях только. 30-50 капель. Он назначается, и он как лекарство потребляется. Его нельзя пить стаканами там и тому подобное. Это наверняка отравление, понимаете, да? Поэтому, значит, если аптека, они вот из-за таких экономических рыночных соображений, да, сыновых, они торгуют этим, да, увеличивают свой оборот, это преступно. Значит, надо ограничивать. Надо по рецепту врача, как спецсодержащие средства, надо их ограничивать, их продажу. А вот другие вот эти, лосьоны там, средства для ванн, содержанием боярышников, я вот однажды зашел, вот с прошлым летом, да, после 11 часов вечера как-то оказался возле одного ларька, который торгует, ну, чем-то оживленно торгует. Там очень много машин стояли, молодые люди. И я зашел в магазин и смотрю, да, это обычный продуктовый магазин, ну, это маленький киоск, лавка, да. И там стоит маленькая, значит, такой полочка, да, где разложены вот эти вот бутылки, где там лосьоны, там средства для ванн, спецсодержащие. Они продаются как бытовая химия. И люди оттуда набирают, оказывается. Но вот эти предприниматели, скажем, не очень добросовестные, они осознанно... Осознанно, осознанно, зная, они вот торгуют этим. Запретить надо это делать. Никаких других спецсодержащих настоек, лосьонов не должно быть в хозяйственных магазинах, например. Или там полочках при продуктовых магазинах. Ну, только такими способами мы можем предотвратить, можем, вот такие массовые отравления. Больше других путей я не вижу, потому что человеку свойственно. На мере, я на себя согласен. Человек выпивший, он может пить все что угодно. Вот давайте узнаем телефонный звонок. Говорите. Добрый день, здравствуйте. Да. Вопрос идет о таком боярщике, по-моему, да? Ну, не только, о любых других фунфутиках, да. Так, вопрос такой вот нашим наркологам, да, и вообще всем, кто слушает, может, начальство федерального уровня, может, вот этот вопрос надо поднять. Вообще запретить алкогольные продукции и все вот эти всякие разные боярщики в нашем республике. Потому что я был в Кавказе везде, там, в Чесне, в Ингушетии, в Дагестане, в Кабардино-Балкаре. Нигде нету алкоголя. Вообще магазина вот этих всяких разных нету здесь. Люди сами гонят и это, да? Да, я имею в виду вообще на федеральном уровне вот этот вопрос поднять. У нас и так малочисленный народ, и так истребляется вот этим алкоголем. Вообще надо запретить, полностью, вот этот алкоголь полностью запретить. Просто с этими боярщиками там никогда ничего не получится. Потому что когда будет алкоголь, все равно люди будут пить. Хорошо, вот есть, я в режиме прямой дискуссии, да, есть оборотная сторона вот этой. Полный запрет и, как следствие, на северах и так далее, где... Люди начинают сахаром гонять там это тоже, мы это все прошли давным-давно. Вот это надо просто строго-строго, строжащим, как говорится, закон поднять такой, чтобы конкретные штрафы вплоть до уголовного этого сделать. И все. Года два-три, и все, люди уже поймут. Если не нравится, езжайте в другой регион, там пейте сколько хотите. А в республике Сахар-Якутия вообще надо запретить государство алкогольное. Вот у меня такая позиция. Ну, довольно же суровая, скажем так, позиция, поскольку, еще раз говорю, у нас исторически сложилось так, что алкоголь в некоторых регионах, районах, лусах, оно как, не знаю, своего рода валюта, да. Тем более, многие говорят, на северах просто без этого, ну, некоторым просто, хотя бы для обтирания, да, необходимое и так далее. Но, как говорит Туяра Алексеева, ситуацию у нас напоминает Чикаго, когда вполне легальный оборот алкоголя в некоторых регионах подменяет криминальные структуры. Ну, понятно, что контрафакт, вот эта паленка, она нормально же, законопослушно граждане не будут гнать ее, да? Необходимо добавить, что проблема, что та политика, которую проводит руководство нашей республики, антиалкогольная политика, она приводит к очень положительным результатам. То есть потребление крепкого алкоголя и пива, оно неуклонно снижается как бы несколько лет подряд, да. Но хочу обратить внимание на тот факт, что самое большое снижение за последние два года, это порядка 40-50%, легальное потребление алкогольной продукции снизилось в промышленных городах. Это Мирный, Нерюнгри, Алдан, Ленск. О чем это говорит? О том, что необходимо признать, что никакая антиалкогольная политика не может привести к тому, что снизилось официальное потребление алкоголя на 50%, два раза за два года. То есть о чем это говорит? Что именно в промышленных городах, там, где развита транспортная схема и где близко находятся пути доставки контрафактной продукции, там как раз получила очень широкое распространение как раз контрафактная продукция, водочная именно, да. И, например, у нас есть информация, что в Нижнем Бестяхе и в городе Алдане нелегальная водка производится прямо в гаражах. То есть из какого спирта оно производится, это вообще неизвестно, да. То есть то, что повторение ситуации в Вербурге... Вы сами говорите китайский. Да, китайский спирт, и никто не контролирует никакой лаборатории, какой там спирт используется. И, соответственно, повторение ситуации, которая произошла в Иркутске, но уже с контрафактной продукцией, это, к сожалению, очень даже возможно. Есть еще Красноярск, буквально два дня тому назад, когда алкоголь, содержащий коктейли, четыре человека погибло тоже, да. То есть, как ни говори, все по спирали может продолжаться бесконечно, на самом деле, либо, вот как наш радиослушатель говорит, тотальный запрет может спасти, что, конечно, удар большой по той части легальных бизнесменов и прочее, которые занимаются оборотом алкогольной продукции, нанесет. И, с другой стороны, это полный отпуск во все, скажем так... Криминальных структур. Да. В руки криминальных структур. И мы получим Чикаго, соответственно, и со своими Алькопонами, там, с гиллинджерами и прочим. И есть вот такой еще аспект. Самогон вот этот, да. То есть, я иногда обнаруживаю там вот эти пятилитровые емкости, где содержится чача, коньяк домашний, вино там домашнее. Вот как-то их оценивать. Вот может человек говорит так, запретить продажу, а пускай люди сами гонят. Согласно оценкам РБК, рынок самогона, то есть самодельного алкоголя, занимает уже 17% от рынка крепкого алкоголя. Я думаю, что в Якутии это не получило такое широкое распространение. В центральных районах, в южных районах как раз вот эти 17% и составляют алкогольный рынок. Краснодарский край вот с 17% домашнего коньяка, оно и идет. И еще один телефонный звонок. Да, говорите. Здравствуйте. Да. Я бы хотела задать вопрос. Вот в Якутске и по всему Якутию ООО «Алмаз» есть, магазин, который торгует алкогольными продукциями. Почему эту организацию не задерживают? Там же всякие сети продают. Почему Роспотребсоюз этим не занимается? Ну, конкретно у нас представителей Роспотребнадзора нету, да, и в чем, скажем, крупнейший налогоплательщик торговый дом «Алмаз», который занимается и в том числе продуктами питания, вернее, в первую очередь занимается продуктами питания, потом уже отведенными алкомаркетами, я не знаю. В принципе, можно задать прямые вопросы. У нас еще раз говорю нет. Я могу добавить, что торговый дом «Алмаз» является официальным лицензиатом, и, соответственно, он использует систему ЭГАИС. Вся продукция, которая продается в легальных лицензированных точках, она является неконтрафактной, если она проходит через систему ЭГАИС. Если у вас есть конкретные замечания, то, что продукция не продается через ЭГАИС, можете спокойно написать заявление в соответствующие органы и придут с проверкой. — Управление отчасти по контролю за оборотом вольного рынка, вернее, да? — Да. — Руководитель которого, Матвей Иванович Лыткин, активно, кстати, отмежевывается от связки и названия его управления с тем видом, скажем так, алкогольных суррогатов, то есть он говорит, у людей создастся впечатление, что это мы контролируем рынок боярышника. Не черта подобного. Не создается у людей впечатление, а у людей создастся впечатление, что вы не тем делом заняты, Матве Иванович, и, можно сказать, в какой-то части плохо проводите отведенную вам работу. Если будете избегать таких моментов довольно острых, еще раз говорю, трагедия Иркутска еще стоит остро в сознании людей. Может быть, какой-то новый виток, скажем, невосприятия той части нелегального, вернее, суррогатного алкоголя может у людей вызвать, что является полезным для нашего общего дела, скажем так, который, давайте, больше уж подарочных каких-то, скажем, подарочной упаковки. Кстати, вот как вы оправились после такого удара, да, это напоследок вопрос, я уверяю, Алексей, вопрос по водке Тундархан. Ну, скажем так, организаторы премии «Человек-года», конечно, врутили нашу продукцию в качестве презентов для победителей этой премии. Ну, что сказать? Нас, например, очень порадовало, что большинство населения людей, а это более, это порядка 60% людей, которые не употребляют алкогольной продукции, они негативно отнеслись к алкогольной продукции. Значит, у нас в республике хорошо проводится антиалкогольная политика, а те... мы сейчас... Нормально оправились, короче, да? Да, мы нормально оправились, мы заключили договор... Ясно, мы продолжим наш разговор в среду во время рамка эфира, вернее, один из нас, контрафактный алкоголь.